Аптека для бережливых Здравствуйте! В эфире выпуск службы новостей город. Меня зовут Кристина Герасимова. И в ближайшие полчаса мы расскажем о самых важных и интересных событиях этой среды 21 ноября. И вот о чем пойдет речь. В Калининграде школьница попала под колеса машины прямо на трамвайной остановке. По словам ученицев, девочку доставила в больницу карету скорой помощи. Вместе с открытием Баранова на улицу вернулись и торговцы. Несмотря на разнообразие товаров, их возвращению оказались рады не все, в том числе и руководство центрального рынка. Губернатор области попросил смягчить меру пресечения для замкового врача 4-го роддома Елене Белой. Ранее в ее защиту выступили коллеги. Прокуратура также считает, что служб принял слишком жестокое решение. Судьба Дума Советов наконец-то решилась. После столько лет собственник согласился продать свою долю правительству Калининградской области. В Балтийском море прошли очередные учения. На этот раз корвет стойки уничтожил торпеду. Спонсор темы дня – медицинский центр «Идеал Клиник». И главной теме дня школьница попала под колеса машины прямо на трамвайной остановке. Полицейские продолжают проверку по факту утреннего ДТП на Советском проспекте. По информации ГИБДД, водитель автомобиля «Пежо» не уступил дорогу 7-летней девочке, которая направлялась вместе с мамой к трамваю. На момент аварии за рулем автомобиля находился 43-летний мужчина. По словам водителя, он не заметил ребенка. После инцидента он прошел проверку на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина прошел медицинское свидетельство на месте. Признаков алкогольного опьянения не выявлено. По словам очевидцев, рядом с местом аварии проезжала карета скорой помощи. Медики доставили девочку в детскую областную больницу. Сейчас по факту наезда проводится проверка. Выясняются все подробности происшествия. Полицейские, в свою очередь, просят быть внимательнее как автомобилистов, так и пешеходов. Особенно в утренние часы пик, когда большинство торопятся в учебные заведения и на работу. Не успела улица Баранова открыться, как на нее вернулись уличные торговцы. Теперь на обновленной пешеходной зоне можно не только прогуляться и приятно провести время, но и закупиться. Выбор разнообразен от теплых носков до польской санкционки. Правда, такому разнообразию рады не все. Кто за, кто против, разбиралась Анастасия Соколова. Баранова уже окрестили Калининградским Арбатом, однако вместо уличных музыкантов и книжных развалов радуют глаз на ней только несанкционированные торговцы, которые снова вернулись на свои насиженные места после ремонта улицы. Ведут они себя более чем скромно, не кричат, не зазывают горожан закупиться. И это неудивительно. Работают они здесь незаконно, объясняя это тем, что им якобы на рынке места не хватило. А разрешение у вас есть на них? Нет. А чего вы не на рынке? Места забрали. Места забрали? Картошку сделали. А вот руководство рынка утверждает, что дело вовсе не в отсутствии места, а в прибыли и выгоде. Они не платят ни арендных плат, они не платят ни налогов. Это люди, которые висят в воздухе, но доходы имеют. Соответственно, налоги с этих доходов тоже никто не платит. К тому, кто и что обязан государству, торговцы относятся легко. Во время съемки нашего репортажа к ним подошли полицейские. На сообщение о конфискации товара продавцы отреагировали спокойно и даже не прекратили продажу. По закону на несанкционированную продажу торговцам грозит полная конфискация товара и даже административный арест. Правда, эта женщина заплатит только штраф. Всему причина, по словам сотрудников, смягчающие обстоятельства. У нее маленький ребенок. Мы завалили письмами и обращениями и органы прокуратуры, и УВД города, и УВД области. Однако, это паразитирующее событие, как-то больше сказать, все равно имеет место быть. То есть, мы не можем побороть его вместе никаким образом. Стоит ли освобождать улицу от торговцев, мнение горожан разделилось. Ну, им тоже надо как-то выжить. Я вот на пенсию не выживаю и работаю, пока ноги таскаются. Что же это делать? А у них, если негде работать, это единственная их точка, понимаете? Сделали красиво, и вот эти точечные все, несанкционированные, они портят весь вид. Часто очень была за границей, вот такого вот хаоса нигде я не видела. Вот эти маленькие какие-то невзрачные эти палатки, это все загромождено друг на друге. Пешеходная зона на Бараново – территория общего пользования, а значит, за порядок здесь отвечает полиция и власть. Последние обещают бороться с незаконной торговлей жестко. На своей странице в Инстаграм Алиханов заявил – был там, видел сам. Будем бороться. Ну, а пока этого не случилось, вознезаконные торговли, как в басне и ныне там. Тем временем, вторая очередь реконструкции Калининградского Арбата должна стартовать уже в марте следующего года. Анастасия Соколова, Николай Павлюк, служба новостей «Город». В Роспотребнадзоре также рассказали, куда жители могут пожаловаться на незаконную торговлю. Своё недовольство можно отправить на адрес минпромсобакагов39.ру. Из материала с улицы Баранова, наверное, уже становится понятным, что вне закона признаются продажи товаров и продуктов питания с машин, прицепов, с лотков и столов вдоль дорог и тротуаров. При этом у продавцов нет каких-либо документов на товары, а хозяева и вовсе не зарегистрированы как предприниматели. Напомним еще раз, если вы хотите пожаловаться, то присылайте свое письмо на адрес, которое вы видите на экране. А мы переходим к другим темам. Остаться в стороне не смог даже Антон Алиханов. Губернатор области попросил смягчить меру пресечения для замглавврача 4-го роддома Елены Белой. По сообщению ТАСС, просьба он обратился в Следственный комитет. Далее цитата. Я не знаю всех материалов дела, но, скорее всего, врача обвинят в служебном подлоге и изменении документов. Мое мнение, что, конечно, врача, у которой есть в том числе несовершеннолетние дети, за такое нарушение помещать на два месяца под арест достаточно жестко. То есть меру пресечения, на мой взгляд, нужно было бы смягчить. Я об этом написал в соответствующее обращение в Следственный комитет. И надеюсь, что это произойдет. Алиханов также отметил, что, по его данным, врачи боролись за жизнь младенца, а в роддоме проблем с лекарствами нет. Напомним, Елену Белую подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, она не разрешила ввести младенцу дорогостоящий препарат, из-за чего он и умер. Также по ее решению сотрудники больницы вписали в документы ложную информацию, якобы малыш уже родился мертвым. По решению суда, ближайшие два месяца женщине предстоит провести в СИЗО, с чем не согласны коллеги, врача и прокуратура. Последняя уже обжаловала арест экс-руководителя. Решение по апелляции будет известно в конце этой недели. В Калининграде ставят мощи святителя Луки Крымского. Сейчас святыня находится в Архангельске. Как сообщают наши коллеги, очереди верующих шли поклониться святыне непрерывным потоком. Уже 23 ноября по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла Ковчег привезут в Калининград. Он будет находиться в кафедральном соборе Христа Спасителя. Как отмечаются у жителей епархии, при жизни святой Лука прославился не только как священник и проповедник, но и как один из лучших хирургов страны. Люди верят, что если приложиться к мощам, то можно избавиться от смертельных болезней, сердечно-сосудистых заболеваний или даже онкологии. Он как раз родился еще до того, как пришла советская власть. А основная его деятельность, в частности как врача и как священника, а впоследствии как епископа, пришлась уже в годы советской власти. Думаю, каждый знает, что в это время отношение с христианством, как и с любой другой религией в советской власти, было достаточно строго и однозначно. Но святитель Лука, несмотря ни на что, сохранил свою веру, сохранил свое пастырское служение, но при этом не отказывался и от своего служения как врач. Поклониться мощам можно будет и в субботу 24 ноября с 8 утра до 10 часов вечера. Затем мощи провезут по четырем больницам города, областном, многопрофильной, БСМП и военному госпиталю. А затем доставят в Черняховский поселок родники Гуревского района. 27 ноября Ковчег вернется в собор Святой Троицы в Симферополе. Тем, у кого еще нет водительских прав, стоит поспешить. Эксперты предполагают, что с началом 2019 года автошколы поднимут стоимость в среднем на 10%. Связывают они это с грядущим ростом цен на бензин и услуги ЖКХ. При этом формально плата за обучение останется прежней. Учеников, скорее всего, попросят отдельно оплачивать расходы на бензин и часы занятий по вождению. О других не менее интересных новостях расскажем далее короткой строкой. С 22 ноября Польша временно возобновляет контроль со странами Шинегена. Документы могут проверить на границах с Германией, Чехией, Словакией и Литвой. Дополнительные меры безопасности также будут введены и в польских аэропортах. Неудобства связаны с проведением конференции ООН в Катавице. Они продлятся до 16 декабря. Уровень шума превышен в 70 домах области. В этом убедились сотрудники Роспотребнадзора. В результате проверки оказалось, что в основном калининградцы жалуются на шум от строительных работ, организаций на первых этажах, ну а также движение поездов и автомобилей. Цены на билеты в новых плацкартных вагонах будут такими же, как и в обычных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора дочерней компании РЖД Петра Иванова. Накануне в Сити появилось фото обновленных вагонов, где полки заменят на диваны с подголовниками. А у каждого места появятся розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. Ну а в туалетах гигиенические душевые, пеленальные столики, дозаторы мыла и встроенный фен для рук. На кону 1 миллион рублей. В эфире Первого городского телеканала стартовал новый телепроект «Калининградский продукт». В премии участвуют 12 предприятий. Они покажут, как делают продукты, которые мы покупаем. Затем первые лица компании расскажут, как создали свой бизнес. Лауреатов премии определяют представители деловых сообществ региона. Победителя назовут в январе. Он получит контракт на рекламу бизнеса на сумму 1 миллион рублей в эфире Первого городского телеканала. Генеральные партнеры проекта «Эко-ярмарка Русская Европа», публичное акционерное общество «Сбербанк России» и сеть АЗС «Болтнефть». Первый городской продолжает набор в школу телеведущих. Всех, кто боится камеры и стесняется своего голоса, мы приглашаем на обучение. А также тех, кто хочет узнать о работе на ТВ все и даже больше. Стоимость обучения – около 7 тысяч рублей. Действует система скидок. Успей занять свое место в телестудии. Подробная информация по телефону 92 10 32. Это еще не самые интересные новости на сегодня. Вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска. Судьба Дома Советов наконец-то решилась. После столько лет собственник согласился продать свою долю правительству Калининградской области. В Балтийском море прошли очередные учения. На этот раз корвет стойки уничтожил торпеду. Первый городской продолжает следить за новостями в интернете, что сегодня пользователи обсуждали в сети. Ну а теперь полезная информация от наших партнеров. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. В эфире выпуск службы новостей «Город» и мы продолжаем. Судьба Дома Советов наконец-то решилась. Спустя столько лет собственник согласился продать свою долю правительству Калининградской области. А это значит, что уже в следующем году начнется реконструкция здания. Об этом сообщил глава пресс-службы правительства Дмитрий Лосков. Однако цену, за которую удалось договориться, он назвать не смог. Известно, что выкупом Дома Советов будет заниматься корпорация развития Калининградской области. Соответственно, ее собственностью он и станет. Напомню, в прошлом месяце на своей странице в Инстаграм Антон Алиханов написал, что в 2019 году планируют перевезти туда всех чиновников. Светлогорский поезд насмерть сбил мужчину. Как сообщили в пресс-службе КЖД, Калининградс вышел на улицу внезапно и машинист не успел затормозить. По предварительной версии, это могло быть самоубийством. Личность погибшего устанавливают. А наш эфир продолжит новости с места происшествия. Только за сутки 43 пешехода оштрафованы за нарушение правил ПДД. Около 10 из которых за то, что не имели светоотражающих элементов в одежде в темное время суток. Правоохранители напоминают, что такая мера наиболее действенная. Ведь чаще всего такой элемент в одежде помогает сохранить жизнь пешеходам, вынужденным идти вдоль обочины в темное время суток. И еще один рейд провели сотрудники ДПС. На этот раз они останавливали машины с тонировкой. На стеклах автомобилей проводили замер света пропускания. Тем, у кого показатель превышал норму, предлагали на месте снять пленку. Всем, кто шел в отказ, выписали протокол об административном правонарушении и штраф. За два дня наказано 17 автолюбителей. Сотрудники ДПС задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Ранее машину нашли в Кювете под Зеленоградском. Задержали 46-летнего мужчину на улице Невского. По данным пресс-службы ГИБДД, он сознался в краже. При этом объяснил это просто, хотел покататься, вот только с управлением не справился. В отношении подозреваемого планируют возбудить уголовное дело. Аварии на этих кадрах, снятых на улице Беливийской, чудом удалось избежать. Автомобилист успел вовремя затормозить, когда на дорогу выпал холодильник из припаркованного грузовика. Пользователи в комментариях призвали водителей не терять бдительность на дороге. Это кадры не ДТП, а нападения бродячих собак на припаркованную машину. Точнее, на кошку, которая пыталась спастись на капоте авто. По словам очевидцев, они поцарапали и погнули крылья у двух машин. До этого похожие случаи уже происходили в районах улиц Шевцовой и Северной горе. Автомобилисты в сети обратились к властям с просьбой решить проблему бездомных животных. В Балтийском море корвет стойки уничтожил торпеду. К счастью, угрозы настоящей не было. Прошли лишь очередные учения, роль противников которых досталась малому противолодочному кораблю «Калмыкия». По задумке, корвет должен был выследить угрозу и ликвидировать ее с помощью комплекса под названием «Пакет», который находится на корабле и помогает вблизи распознать опасность. Кроме того, пакет способен уничтожить торпеды, атакующий сам корабль. Наиболее зрелищный этап – это стрельба. Выпущенный снаряд стойково погрузился в воду, а уже там уничтожил цель. РЖД только рассказал, как будут выглядеть новые вагоны, а в интернете уже нашлись те, кто добавил красочным фото реальные краски. А точнее, стереотипы, которые сложились о российских пассажирах. Напомним, поезда хотят обновить к 2020 году. Далее расскажем о новостях с просторов интернета. Как бы смотрелись далекие галактики в ночном небе Калининграда, решили представить авторы этих фото. Черная дыра над трассой Зеленоградской, Андромеда над собором на острове Канта и взрыв звезды над Балтийским побережьем – больше напоминают кадры из фантастического фильма. Пользователи отметили, что хоть фото и пугающие, но все же впечатляющие. Когда коллектив со смекалкой и работа идет быстрее. Так наверняка решили герои этого ролика. Они не стали дожидаться появления новых технологий и ускорили процесс подручно, чем и повеселили сотни человек. А этот полицейский стал звездой интернета благодаря своему неравнодушию. Он постучал в дверь, чтобы хозяина впустили кота домой. К слову, дом и пушистый принадлежат примкеру-министру Англии. Поступок полицейского уже признали одним из самых смелых. Журналисты тем временем спасли пингвинов. Несмотря на негласное правило не вмешиваться в жизнь дикой природы, мужчины сделали для птиц тоннель, благодаря которому пингвины смогли выбраться из ледяного оврага. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Видимо, так решил рэпер Snoop Dog и во время благодарственной речи выразил благодарность самому себе. Самый важный человек в его жизни он сам, как выразился певец. И все, чего он достиг, только его заслуга. Запись его речи на Аллее Славы быстро разлетелась по сети, а текст уже разобрали на цитаты. А теперь подошло время для хороших новостей. О них расскажут гости и жители города, которым сегодня случайно по пути встретилась наша съемочная группа. Каждую субботу хожу куда-нибудь в театр, в драмтеатр, музыкальный, в Дом искусств. Так что вот это меня очень радует. Что у меня есть теплый чай в руках. Мы на каникулах, а все учатся. Новости такие. Замечательный сынок у нас. Вот, с луками гуляем. Скоро едем в отпуск. Как поведут себя уже завтра, курсы валют знает Центробанк, который уже по традиции составил прогноз. Давайте же его посмотрим. Курс валют на 22 ноября. Доллар США 65 рублей 94 копейки. Евро 75 рублей 14 копеек. Польский злотый 17 рублей 46 копеек. Первый снег калининградцам стоит ожидать уже в эти выходные. По прогнозам синоптиков, в субботу 24 ноября ожидается плюс 2 и мокрый снег с дождем. В воскресенье осадки также возможны. Стопик термометра опустится ближе к нулю. О погоде до завтра узнаем из интернет-ресурсов. 22 ноября плюс 1 градус, облачно. 23 ноября минус 1 градус, малооблачно. В Вильнюсе 21 ноября минус 1 градус, облачно. 22 ноября минус 2 градуса, облачно. 23 ноября 0 градусов, облачно. В Москве 21 ноября плюс 1 градус малооблачно, 22 ноября плюс 1 градус малооблачно, 23 ноября плюс 2 градуса облачно, в Санкт-Петербурге 21 ноября 0 градусов облачно, 22 ноября 0 градусов облачно, 23 ноября минус 1 градус ясно. Хороших вам новостей и увидимся в городе. Дочка плохого не посоветует. Заботьтесь друг о друге, как аптека для бережливых заботится о вас.